всем привет друзья новый проект это печка буржуйка из квадратного метра металла в официальных магазинах стоимость метра металла колеблется от 4 до 5 с половиной тысяч рублей поэтому для наших целей на пункте приема черного металла была приобретена железная дверь старого образца из стали толщиной три с половиной миллиметра с нее были срезаны все уголки все крепления и впоследствии будут заварены все отверстия под ключи под замки под засовы и так далее и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спустя 15 минут работы и два отрезных диска мы имеем комплект деталей для сварки нашего отопительного прибора. Боковая стенка, которая сейчас в кадре, уже предварительно размечена под установку внутренних пластин. Они будут делить корпус нашей печки на первичную камеру сгорания и вторичную камеру сгорания. Задняя пластина под небольшим наклоном, чтобы вварить большего диаметра дымоход. Передняя пластина просто под прямым углом. А смысл в чем? В первичной камере сгорания все наши дрова или любое другое горючее горит, и раскаленные газы по щели выходят и упираются в верхнюю пластину, раскаляя ее. А далее мы в корпус будем вваривать еще пиролизные дожигатели, чтобы эти раскаленные газы дожигать. Но об этом чуть позже. Благодаря такой конструкции верхняя стенка будет полноценной варочной поверхностью. ГАЗА! Перехватываем наши детали при помощи полуавтомата. Впоследствии мы будем варить простой электродной сваркой, дабы удешевить проект. ГАЗА! КОНЕЦ Итак, что мы имеем? Корпус сварен, не афти как ровно, но все же более или менее хорошо. Задняя пластина вварена, передняя вварена, а щель, через которую будет проходить пиролизный газ, вы тоже можете наблюдать. И размечаем места под дожигатели и, собственно говоря, ввариваем их. Изначально планировался один дожигатель, но все же я подумал и решил сделать два. Это две трубки, заваренные с одного конца и в них просверлены по 9 отверстий, через которые будет проходить воздух и дожигать пиролизный газ. Далее делаем прорезь болгаркой в корпусе, в передней стенке, там где будут наши петли. Привариваются петли и лишь после этого, после установки всех необходимых элементов, вырезается полностью остальная дверца. Далее мы формируем зольник, для этого нужны пластины 5 на 50, 10 на 50, 20 на 10 и второй комплект 10 на 50 и 5 на 50. Далее нам потребуется пластина 20 на 50, она будет являться дном нашего зольника. Все тоже прихватываем на полуавтомат и обвариваем электродной сваркой. Чуть не забыл, для того, чтобы печка могла выйти на пиролизный режим, ее нужно хорошо протопить. Для этого кислород должен поступать из зольника, то есть снизу горящих дров. Для этого нужно избавить печку от лишнего кислорода вверху, поэтому будем глушить дожигатели. При помощи двух подходящих гаек, прутка шестерки, двух пластинок металла полторашки и элемента шаровой опоры автомобиля, мы сделали клапана для дожигателей. Все работает, все герметично закрывает, все подогнано. Важно помнить, что металл при нагревании расширяется, и чтобы наши клапана не заклинило, нужно делать необходимые припуски по размерам. То есть у меня в гайках было не просто гайки, а гайки высверленные, чтобы шестерка даже в момент хорошего нагревания не заклинила. Наш квадратный метр подошел к концу, но осталась куча обрезков, так как это дверь и металла в ней больше. Было сделано две вот такие пластины со скруглением. Это нужно будет для будущего выхода под дымоход. Привариваем их вот таким образом к корпусу, предварительно вырезав квадратное окно. И нам нужна будет вот такая пластина длинная, которую мы будем загибать вокруг них. Квадратная форма обусловлена тем, что мы будем изготавливать впоследствии задвижку для дымохода. Продолжение следует... В общем-то предварительно вот такое безобразие у нас получилось. Далее все сварочные швы будут шлифоваться, что не доварил, довариваться, провариваться наш будущий дымоход, устанавливаться задвижка. И объем работ будет продолжаться еще и еще. Все элементы печки подогнаны, все двигается, все захлопывается так, как нужно. Единственное, наверное, буду перерабатывать двери, дабы убрать все щели, оставшиеся после реза болгаркой. Взбавляться от них я буду методом варки изнутри узких полосок металла по периметру дверцы. В общем-то все. Если не брать в расчет все элементы, то на печку мы потратили чуть больше квадратного метра металла. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok